Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Тройное новоселье в Воткинске открыли современные ясли. Где еще в этом году построят садики? В команде Удмуртии новобранцы. Сегодня у них появились партнеры для реализации больших дел. В Удмуртию привезут скрипку Моцарта, а китайских акробатов нет. Стала известна культурная афиша на год. Их история любви набрала больше всех лайков. Знакомьтесь с победителями конкурса «Ко дню влюбленных». В Воткинске отметили тройное новоселье. В городе открылись три детских сада. Каждый рассчитан на 80 мест для малышей до 3 лет. На новоселье пригласили Анастасию Муталенко. Она курирует соцблог в правительстве. Вице-премьер сообщила, где еще в этом году откроют новые ясли и садики. Что такое детский сад, Прохор хорошо знает. Туда ходил его старший брат. Теперь и ему дали путевку. И очень вовремя. Мама уже вышла на работу. Та, что водится с малышом, пока приходится всей семье. Справляемся. Все равно тяжеловато. Лучше, конечно, это, что садик сейчас открыли такой. Все очень довольны. Этот новый детский сад в Воткинске построили по национальному проекту. И он не единственный. Сегодня в городе открыли еще два. Всего в Воткинск получил дополнительно 240 мест для малышей до 3 лет. Надо сказать, что мы полностью завершили строительство этих яслей. Получили положительные заключения надзорных органов. И они у нас реально начинают сегодня работать. Потому что выдача путевок фактически сегодня заканчивается. И с понедельника мы уже в полном составе приступаем к работе. Путевку в детский сад дали и Кириллу. Сегодня он с мамой и папой здесь на экскурсии. От игрушек не оторваться. Ему очень нравится. Машинки катать вообще очень нравится. Каждую группу, объясняют педагоги, комплектовали с учетом образовательной программы. Так что получились не просто игровые комнаты, а целая развивающая среда. Здесь у нас находятся сюжетно-ролевые игры. Игры семья, парикмахерская, игры больницы. Для девочек есть гладильные доски, утюги. Можно сварить кашу, накормить кукол своих друзей. Также у нас в группе уголок воединения, где ребеночек может съесть. Он уже устал, он хочет посидеть, отдохнуть, поиграть со своими любимыми игрушками. Эти детские сады построены по типовому проекту, по которому возводились объекты и в других населенных пунктах республики. Но каждый, отмечает вице-премьер, отличается деталями. Так, в игре установили фильтр под окнами, чтобы в группах всегда был свежий воздух. Правительство готово учесть все предложения, чтобы строить сады еще более комфортными. Сейчас, после строительства такого масштабного, мы просим и родителей, и заведующих, и воспитателей обратить внимание, что бы им хотелось в этом проекте улучшить, более качественно предвнести. Тогда мы это учтем, потому что на следующий год у нас будут строиться большие ясли на 220 мест. А в течение последующих двух лет, в течение 2020-2021 года, мы построим еще 20 новых яслей, в том числе два больших в Сарапуле и Ужевске на 220 мест. В Ужевске тоже появится еще два детских сада. Один сдают уже в этом году, строительство второго запланировано на следующем. Оксана Худякова, Юрий Зелененький, новости. В Ужевске сегодня возле садиков случился рейд. Сотрудники ГИБДД проверяли родителей. Водителей было установлено правилами перевозки детей, взрослые пренебрегают. С начала года уже 75 водителей были оштрафованы за то, что везли детей без автокресла или не пристегнутыми. Сегодня в ходе рейда инспекторы не только выписывали протоколы, но и проводили профилактическую беседу и напоминали о размере штрафа за неправильную перевозку детей до 3000 рублей. А активисты Союза потребителей сегодня снова проверяли, чем кормят детей в садиках. В столице уже год работает независимый общественный проект «Честные продукты детям». За это время специалисты взяли в детских садах около 40 проб молочной продукции. Из них 30% забраковали. Что было с тем фальсификатом, который нашли? У нас два производителя было оштрафовано на общую сумму на полмиллиона рублей. И было закрыто два производства. Один завод в Самаре по итогам нашей работы. Там нашли большое производство сливочного масла, там спред производили. И буквально в январе месяце совместно уже с ФСБ здесь, в Ижевске, тоже закрыли производство сливочного масла. Благодаря работе общественников в городе ужесточили систему закупок продуктов. Детские сады теперь дошкольные организации могут в одностороннем порядке расторгать контракты с подозрительными поставщиками. А недобросовестные компании отстраняются от новых тендеров. Этот опыт уже вызвал интерес в других российских регионах. Проект «Честные продукты детям» может стать федеральным. Совместно с Россельхознадзором практику независимых общественных проверок в садиках и школах планируют начать в других субъектах страны. Команда Удмуртии приняла новобранцев. Сегодня стали известны имена финалистов открытого конкурса управленцев. Кроме попадания в кадровый резерв, победители получили возможность реализовать проект, с которым шли на конкурс. Сегодня у них появились партнеры. Александр Демидов объяснит. Ирина Голубева – финалист открытого конкурса «Команда Удмуртии». Глазовчанка предложила новый метод для обучения детей-инвалидов. Сегодня она подписала соглашение с Республиканским министерством образования. Ее проект будет реализован в Ижевске на площадке школы 39. Там обучаются дети задержки психического развития, дети-аутисты. И именно для них открываются четыре новых профиля, которые должны открыться к сентябрю. И сейчас идет в рамках проекта подготовительная работа к открытию этих профилей. В рамках подготовки нужно учителям пройти курс обвешения квалификации, которые бы позволили преподавать по этим четырем профилям. А еще одна из главных задач – найти партнеров среди бизнеса. «Данная школа 39-я у нас в пилоте получает современное лабораторное оборудование, современные мастерские. Сложились все пазлы для успешной реализации национального проекта. И тот опыт, который будет наработан в течение трех лет, он будет масштабироваться и на другие подобные школы в Республике». Благодаря конкурсу «Команда Удмуртия» участники получают возможность познакомиться с потенциальными работодателями и реализовать свои проекты. Например, партнером Гульнары Плотниковой выступила администрация Ижевска. Ее идея – провести масштабный гастрономический фестиваль ко дню города. «Наш проект – это про многообразие национальности Удмуртской Республики. И мы хотим показать, что кухня – это очень яркая ее составляющая». «К юбилею государственности, к юбилею города нашего любимого, в день города начнется он и будет продолжаться несколько, там, три дня. Давно хотелось показать самобытность нашего народа». Всего договоры с партнерами подписали шесть финалистов конкурса. Он проводится в регионе уже второй раз. «Это еще раз сигнал о том, что мы не заканчиваем просто мероприятием под ведением итогов и вручением грамоты ценных подарков. Работа продолжается, и заявленные цели на развитие Удмуртии, они все-таки формализуются. Администрация главы правительства и правительство в целом выступает неким таким куратором проекта, который обеспечивает административную поддержку. Мы не всегда можем оказать финансовую, но административную точно». Напомню, в прошлом году в конкурсе управленцев участвовали 179 человек. 25 из них вышли в финал и защитили свои проекты. Кстати, в этом году мероприятие может получить продолжение. Идея третьего конкурса – максимально вовлечь госслужащих, чтобы повысить эффективность работы госорганов. Александр Демидов, Илья Дериндяев. Новости. В Ижевске будет создан зеркальный инжиниринговый центр. Своеобразная цифровая мастерская на базе Удмуртского федерального исследовательского центра позволит республике получить технологии и лучшие практики для развития промышленности нового поколения. Соглашение о создании инжинирингового центра подписано сегодня. Его основной задачей станет поддержка наших предприятий в разработке и продвижении на экспорт станков, техники, беспилотных систем и оборудовании. История, которую мы здесь совместно с правительством организуем на территории Удмуртии, она заточена на приобретении компетенций и прирастании здесь навыками и возможностями по нерешаемым задачам, которые должны дать качественный иной шаг. Это то, что Путин называет прорывом. Наша задача, решив такую нерешаемую задачу, научить, передать в регион. И, соответственно, регион уже эти задачи может сами. И перед нами оно ставит новую нерешаемую задачу. Создание зеркального инжинирингового центра подразумевает также подготовку кадров мирового уровня в области проектирования и производства продуктов нового поколения, способных конкурировать на глобальном рынке. А также проведение виртуальных испытаний и создание цифровых двойников изделий, что ускорит работы на реальном производстве. В парламенте Удмуртии проанализировали исполнение закона о патриотическом воспитании в республике. Итоги пока неоднозначные, ведь закон работает всего год. Что в нем нужно исправить, выяснил Роман Вагинов. Ровно год назад в Удмуртии был принят закон о патриотическом воспитании граждан, чтобы систематизировать работу некоммерческих организаций и учебных заведений. Однако наш опрос показал, что среди людей до сих пор нет ясного представления, кто же такой патриот и кто должен отвечать за патриотическое воспитание. Кто такой патриот? Патриот? Патриот. Наверное, человек, который что-то делает для своей страны. И гордится ей, и не уедет в другую страну жить точно. Патриотически вот именно родители должны общество воспитывать вот именно детей, вот патриотами нашей Родины. Первые итоги работы закона о патриотическом воспитании обсуждают в Госсовете. Положительные перемены есть, но есть вопросы, которые нужно решать быстрее, уверена Татьяна Ишпатова. Например, включать в патриотическое движение работающую молодежь. А еще межведомственное взаимодействие хромает. Нет стратегии и четкого плана. Недостаточно, как мы говорим, надеть военную форму. Это одно из направлений важные. Нужно воспитать нам с самого раннего возраста детей, которые уважают и любят свою родину, свою родную землю. Оттуда уже рождается любовь к большой Родине. В Удмуртии активно развивается кадетское движение, но для системной работы также требуется нормативная база, уверен в парламенте. И финансовую поддержку некоммерческих организаций в муниципальных образованиях, которые занимаются патриотическим воспитанием, тоже нужно усилить. А удачные практики и инструменты тиражировать на регион. В Удмуртии их немало. Мне хотелось бы сказать также слова благодарности и нашим директорам заводов. По той причине, что мы с вами вместе внедряем так называемый промышленный туризм. И когда наши ребятишки приходят на серьезные, мощные оборонные заводы, где видят, как производится то оружие, которое защищает нашу страну, это тоже очень важно. Это патриотическое воспитание. Наша республика стала 45-м субъектом в стране, где закон о патриотическом воспитании принят. Регионы, в том числе и Юдмуртия, вышли с инициативой в Госдуму принять такой закон и на федеральном уровне. Роман Вагинов, Юрий Зеленький. Новости. Хорошая новость для владельцев огнестрельного оружия, охотников и частных охранников. В Ижевске открылся Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Теперь все, кто занимается аттестацией, выдачей лицензии, государственным контролем и учетом оружия, находятся под одной крышей. Это здание по улице Авангардная, дом 15. Администрация Ижевска передала ведомству в безвозмездное пользование. Ежегодно в этот центр будут обращаться не менее 25 тысяч человек. Конечно же, нам очень важно, чтобы все эти наши граждане, все юридические лица, которые обращаются к государству, как гаранту исполнения своих обязательств, всегда имели возможность в комфортных человеческих условиях получить эту услугу. Без очередей, без стояния в неблагоприятных условиях. И, конечно же, это лично доказывает нашу взаимосвязь и наше взаимодействие с всеми органами исполнительной власти. Со своей стороны, хочу заверить, что новое здание послужит дополнительным стимулом для Николая Николаевича, для более качественной организации государственных услуг и контроля за оборотом оружия. Еще раз благодарю. Спасибо. Сейчас в центре работают более 30 сотрудников. Они отвечают за контроль и надзор в отношении более 25 тысяч владельцев оружия и более 4 тысяч частных охранников. Также в ведении подразделений находятся более 130 частных охранных компаний. В Удмуртию привезут скрипку Моцарта, а китайских акробатов нет. Сегодня Министерство культуры презентовало культурную афишу этого года. О самых интересных событиях расскажет Елена Абуховская. Культурный марафон 2020 года презентует Министерство культуры. Начинают с цирка. На 13-й международный фестиваль к нам приедут более 140 артистов из 11 стран мира. За исключением Китая. Акробаты из Поднебесной это шоу пропускают. Ограничение въезда из-за коронавируса. Мы сожалеем о том, что в этом году не получается увидеть эти коллективы, только тех, которые мы хотели увидеть. Но у нас есть великолепные замены. Фестиваль от этого не потеряет. У нас на предыдущих фестивалях были китайские артисты, китайская труппа. Я думаю, что на следующий год мы их пригласим. В этом смысле ничего страшного нет. А в Откинске сегодня готовятся принять уникальный экспонат. К 180-летию Чайковского в музей композитора привезут скрипку самого Моцарта, инструменту 2,5 века. Она уже побывала в таких странах, как Италия, Германия, Япония, Швейцария, Литва, Куба, Украина. А в этом году она приезжает к нам в Откинск. И это на самом деле уникальное событие, поскольку Петр Ильич Чайковский говорил, то, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Это его любимый композитор. А в столице Удмурти выставки и уникальные собрания сегодня посвящают юбилеям выдающихся ижевских конструкторов и оружейников. Евгению Драгунову, Владимиру Ярыгину, Геннадию Никонову. Ратуем за то, чтобы про наших оружейников узнавали в стране и, может быть, даже в мире. Поэтому к лету 2020 года мы готовим онлайн-истории обо всех наших юбилярах этого года, конструкторах-оружейниках. И эти онлайн-выставки в онлайн-формате будут представлены на «Армии-2020». А еще в этом году в Удмуртии продолжатся большие гастроли. Это общероссийская театральная программа, и ее цель – сделать искусство доступным. В этот раз в Ижевск ждут сатирикон Аркадия Райкина. Вывезти сатирикон в Ижевск – это не так просто. Это не рядовые двои какого-то мероприятия. Это для гурманов театральных, это событие, честно говоря. Как в прошлом году, в год театра, мы смогли с вами наслаждаться спектаклями коллективов, которые прошли через «Золотую маску». И все же главные события в культурной жизни региона в этом году посвящены столетию государственности Удмуртии и 75-летнему юбилею Великой Победы. Программа насыщенная. Следите за афишами. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин. Новости. Сегодня в мире отмечается День всех влюбленных. Специально к этой дате наша телекомпания провела конкурс на лучшую историю о любви. Больше всех лайков набрала история семьи Петровых из игры. За ними победа, за нами сюжет о семье, который посмотрит вся республика. Их история большой семьи и любви словно закрученный роман. Могли встретиться раньше, обстоятельства не позволяли. Случилось все ровно 10 лет назад, когда увидели друг друга на празднике в компании общих знакомых. Судьба нас свела и почему-то как-то, не знаю, сразу поняли. Ну вот как обычно бывает. Вроде не задумываешься, но что-то промелькнуло. Все абсолютно спонтанно. Общие интересы, общение, многочасовые прогулки и взаимные нежные чувства довели Петра и Марию до дверей ЗАГСа. Рождение новой семьи отмечали 11 ноября 2011 года. Энергетическая сила шести единиц, вставших в ряд, сулила молодоженам яркое будущее. Так и случилось. Через несколько месяцев в семье Петровых появился первый ребенок. Сегодня их у Марии и Петра пять. Они с гордостью называют себя настоящей семьей, где точно семья и огромный жизненный опыт заботы о фундаментальных ценностях. Любовь, доверие и постоянное движение вперед сделали их победителями. И в конкурсе «Отнашитель компании» ко дню всех влюбленных. Подписалась на страничку «Моя Аудмуртия» в ВКонтакте. И я сначала просто написала свою историю, а потом поняла, что я попала на съемку, репортажи и все остальное. Когда она уже поняла, что она попала на съемку, она мне написала. Вот так в улыбке и постоянном компромиссе Мария, Петр и их пятеро детей проводят каждый день своей яркой и насыщенной жизни, основа которой та самая промелькнувшая между ними 10 лет назад искра. И одно фундаментальное правило – люби и береги того, кто рядом. И он обязательно ответит тебе взаимностью. Наталья Байгозина, Андрей Бусыгин. Новости. На этом у нас все. Удачи вам и до встречи. Продолжение следует.